Привет! Большое вам, друзья, спасибо за реакции на прошлый ролик о нескольких загадочных названиях песен Нирвана. Разобрали мы Pen Royalty и Radio Friendly Unit Shifter. В комментариях вы просили эту тему с названиями и текстами продолжать, что мы сегодня, не откладывая дело в долгий ящик, и сделаем. В этом ролике попробуем найти ответ еще на один вопрос, который мне не давал покоя с детства. Почему Yellow Submarine, то есть желтая подводная лодка, именно желтая, а не там фиолетовая, синяя, зеленая, или розовая, или там красная? We all live in a yellow submarine, yellow submarine... Кому из битлов пришла в голову идея сделать песню про желтую подводную лодку, и кто из звезд той великой эпохи внес свой вклад в создание текста этой простой и милой песни? Песни, которые уже больше полувека любят все новые и новые поколения. В общем, будет интересно. Ну и всех битломанов, назову в комментарии, come together, как говорится, right now. Возможно, вы сможете поделиться еще какими-то версиями объяснения названия. Желтая подводная лодка, помимо тех, что прозвучат в ролике. Да, и пишите в комментариях песни, в текстах и названиях которых вам интересно было бы разобраться в будущем. Вот под прошлым роликом про тексты Нирваны у нас таких комментариев было много. Всем еще раз за них спасибо. О каких-то песнях обязательно выпуски сделаем. А, еще одно небольшое объявление. Прежде чем начнем, где-то до августа на канале Лирикс ролики будут выходить с интервалом в две недели, а не в одну, как раньше. Там ближе к осени где-то вернемся к нашему обычному графику. А теперь полетели. Хотя правильнее было бы сказать поплыли. Yellow Submarine. Самая милая и непосредственная песня о Ливерпульской четверке. Или нет? Кстати, вокал здесь Ринго Старо. Ну, если вдруг не знали. Многие считают, что это чуть ли не единственная песня в каталоге Битлз с вокалом Ринго. Но нет. Был еще Octopus's Garden. Эту песню Ринго не только спел, но и сочинил. Тоже, кстати, про подводный мир и его обитателей. Octopus's Garden. Это осьминужий сад. А еще он сочинил Don't Pass Me By. И спел, соответственно, тоже. Всего же, вот сейчас будет удивительный факт, Ринго записал солирующие вокальные партии для 11 песен Битлз. 11. Сам был в шоке. Помимо Yellow Submarine, Octopus's Garden и Don't Pass Me By были еще Boys. I Wanna Be Your Man I Wanna Be Your Man I Wanna Be Your Man Matchbox I've never been happy, cause everything I ever did was wrong Honey, don't I say you will when you won't Act Naturally Act Naturally Act Naturally What Goes On Good Night И With A Little Hell For My Friends Да, друзья, на этом суперхите солирующий вокал это тоже Ринго Стар. А все почему? Потому что была у Битлов такая традиция. На каждом альбоме обязательно должна была быть песня для Ринго. Фишечка такая. Ринго был любимцем публики, и зрители приходили в восторг, когда на концертах он что-нибудь исполнял. Собственно, поэтому в каждую свою новую программу Битлы включали песню для Ринго. Желтая подводная лодка задумывалась как песня Ринго для альбома Revolver. Написал ее Пол Маккартни. Причем Пол изначально задумывал ее как детскую песню. С простой запоминающейся мелодией и текстом, которые дети могли бы легко запоминать и напевать. А у Ринго за год до этого родился сын Зак, который, кстати, тоже стал крутым барабанщиком. Здесь, на канале Longplay, в выпуске про звездных родственников, мы немного рассказывали с Сашей о Заке Старке. Посмотрите, там интересно. Ринго был такой типично нежный папаш, он обожал возиться с детьми, и дети отвечали ему взаимностью. Почему вообще Пол захотел написать детскую песню? Да, просто эксперимента ради, для расширения творческих горизонтов. Хотя, согласно некоторым теориям, причем достаточно правдоподобным, текст желтой подводной лодки совсем не детский. А очень даже наоборот. К этим теориям вернемся немного позже. Засыпая дома у своей тогдашней девушки Джейн Эшер, Пол придумал строчку. Мы все живем в желтой подводной лодке. И дальше просто развил эту историю. Так в тексте появился старый моряк. Который рассказывает детям байки о своей жизни. Кстати, в те времена Пол очень дружил с еще одним очень популярным во второй половине 60-х британским сонграйтером Донованом. Они часто собирались друг у друга дома, показывали наброски песен. Так вот, когда Маккартни показал Доновану еще не доделанный текст желтой подводной лодки, именно Донован добавил строчку Sky of blue and sea of green. Синее небо и зеленое море. В кредитах его нет. Песня подписана традиционно Леннон Маккартни, но есть бесчисленное количество интервью Пола, в которых тот вспоминает историю с Донованом и текстом Yellow Submarine. Джон Леннон, конечно, тоже внес свой вклад и в текст, и в мелодию Yellow Submarine. Но они с Полом в интервью позже путались в показаниях о том, кто какую часть сочинил. Принято считать, что это песня Пола. Хотя вот если порассуждать о том, например, кем мог быть этот человек, который ходил в море из самой первой строчки, то как-то сам собой на ум приходит отец Джона Альфред, который долгое время работал на кораблях. С отцом у Леннона были очень специфические отношения. Вот в этом выпуске, посвященном детству Джона Леннона, мы немного коснулись их историей. Но вот этот образ старого матроса, который травит байки о своих путешествиях, вполне мог быть выдуман Джоном и списан собственного отца. Ну или это Пол, конечно же, зная историю отца Джона, вписал его в желтую подводную лодку. Ну ладно, если старик моряк, то почему подводная лодка, а не корабль? Есть такая теория. Подводная лодка в такой простой незамысловатой детской песенке – это на самом деле глубокий символ. Причем символ одиночества. Причем об этой трактовке в интервью рассказывал не кто-нибудь, а соавтор текста Yellow Submarine уже упомянутый нами Донован. К 66-му году, когда появилась Yellow Submarine, Битлз были уже не просто суперзвездами, они уже были легендами. Донован говорил так. В действительности, это не подводная лодка. Это о той жизни, которую вели музыканты группы в башне сломовой кости под названием Битломания. Они больше не соприкасались с реальностью. С собственной славой они были полностью изолированы от окружающего мира. Жили в таком пузыре. Друзья на борту субмарины – это ближний круг, а море, то самое Sea of Green – это стенки пузыря, в котором они жили, защищающего их и одновременно отгораживающего их от реальности. Была и теория, утверждавшая, что у желтой подводной лодки вообще политический смысл. 66-й год – время активных антивоенных выступлений по всему миру против Вьетнамской войны. Вот как писал о песне один музыкальный критик в те годы. Часть общества, поддерживающая эту войну, настолько же изолирована и морально безответственна, как атомная подводная лодка. Кстати, многие участники антивоенных маршей использовали Yellow Submarine в качестве своего гимна. И, наконец, вполне стройная теория, объясняющая, почему А – подводная лодка, и Б – почему именно желтая подводная лодка. В первой половине 66-го в аптеках Нью-Йорка появился барбитурат Нимбутал – успокаивающее снотворное средство. Капсулы Нимбутала выглядели вот так – продолговатые, желтого цвета. Они быстро обрели популярность среди творческой богемы Нью-Йорка, которая тут же придумала и емкое название. Какое? Правильно – Yellow Submarine – желтая подводная лодка. Выпил таблетку и уплыл спать. Учитывая то, каким удивительным образом совпало время выхода препарата на рынок с временем создания песни Yellow Submarine, действительно, выводы как-то сами собой напрашиваются. Теперь давайте выясним, говорил ли сам главный автор текста Yellow Submarine, Пол Маккартни, что-то об истинном смысле своего шедевра, поддерживал ли какие-то из теорий, о которых мы вам только что рассказали. И да и нет. Скажем так, он прямо ни одну из них не опровергал, не отметал. Он говорил так. Я знал, когда писал Yellow Submarine, что у этой песни будут определенные коннотации. Но вообще-то это просто детская песня. Битлы вообще достаточно редко объясняли смысл своих текстов. Буквально пара исключений – это то, что Леннон категорически отрицал, что «Losing the Sky with Diamonds» – это про ЛСД. А Пол был категорически против того, чтобы «Can't Buy Me Love» интерпретировали как песню про проститутку. Во всем остальном, битлы оставляли публике простор для интерпретации и всячески его поддерживали. Что же касается Yellow Submarine, скорее всего, как и в любом простом и гениальном тексте, смыслов в ней может быть закручено несколько. Вполне возможно, засыпающий в доме Джейн Эшер, Пол Маккартни действительно после ужина и принял таблетку снотворного нембутала – желтую подводную лодку. Именно поэтому фраза «We'll live in a Yellow Submarine» в его голове и возникла. Вполне возможно, когда он писал этот текст, вторым планом он думал о том, что это отличный образ для изолированности в пузыре славы или для агрессивного милитаристского мещанства. Во всяком случае, эти теории за больше чем полвека существования песни он ни разу не опроверг. А Yellow Submarine стала суперхитом сразу после выхода на альбоме Revolver и классикой на все времена. А потом еще и знаменитым полнометражным мультфильмом. Стилистика образов которого, кстати, была, скажем так, позаимствована в советском мультике «Бременские музыканты». Вот такие переплетения смыслов и культур. Все на сегодня. Буду ждать от вас, друзья, в комментариях песни, в текстах которых вам интересно было бы разобраться. Увидимся через две недели. Пока-пока.